итак 11 часов можем начинать наш вебинар в качестве небольшого вступления я думаю для многих из вас не секрет что во втором квартале этого года была анонсирована была анонсирована новая версия netscaler 11.0 вот ряду партнеров она доступна для скачивания в виде бета релиза основной релиз должен выйти в общем-то со дня на день я думаю в начале июля и так что же нас ждет новом релизе ряд улучшений был направлен для различного функционала основные направления это общее улучшение платформы расширение функционала кластера был доработан функционал для load balancing очень много изменений и добавлений для netscaler gateway и также новое для citrix это скажем так область для оператора связи технологии новая технологическая область для citrix соответственно тоже вошедшие в данный релиз и так по каждому из этих пунктов мы сегодня поговорим поподробнее опять же хочу сказать наперед изменений и добавлений улучшений очень много и в этой презентации мы постарались собрать ну на наш взгляд самые значимые самые интересные если вам что-то будет интересно мы с удовольствием примем от вас обратную связь и можем по каждой из этих тем создать отдельный вебинар и поговорить в отдельности и так касаемо общих улучшений платформы ну данную картинку мы уже видели год назад версии 10.5 действительно java было в 10.5 намного меньше чем 10.1 ну скажем так что 90 процентов интерфейса было заменено на html5 теперь в 11 версии java нет вообще вот теперь все на html5 я думаю это одно из основных и значимых таких изменений которые которым обрадуются всем скажем так администраторы нет скелера и так как это выглядит значит графический интерфейс все вся визуализация теперь написано на html5 теперь не нужно загружать java оплеты из этой визуализации мы можем динамично добавлять удалять различные политики отслеживать прохождение запроса от пользователя и соответственно все это видеть на нашем экране через графический интерфейс добавил новый раздел аутентификация дашборд здесь мы можем увидеть все наши три пола сервера то есть ldap сервера радиус сервера посмотреть их статус протестировать увидеть почему тот или иной сервер находится в состоянии даун ну вот ну и в общем то иметь единую консоль управления всем этим хозяйством помимо всего прочего как мы видим на скриншоте появилась возможность управления из единого из одного места всеми нашими vpn серверами ну вот дополнительно ко всему мы появилась возможность просматривать системные логи из графического интерфейса то есть теперь не нужно идти в командную строчку залезать shell выбирать нужную директорию и оттуда смотреть там с помощью к это или тейла логи теперь все это можно делать через графику также с точки зрения замены java все диагностические утилиты например одну консоль который мы можем в который можем попасть из графического интерфейса вот так же сделано с помощью вот сокета java убрано полностью следующее значимые изменения опять же она уже была представлена в релизе 10 5 е вот но в 11 версии это она будет официально поддерживаться и в общем то получил все больше функционала это админ партишн немножко такое предисловие для админ партишна вообще как развивалась эта тема изначально на скейлер который версии еще 6 до 9 версии скажем так имел моноядерную архитектуру и соответственно все это весь процессинг находился в одном процессоре вот дальнейшим развитием стала технология энкор это стало значительный шаг вперед вот соответственно мы стали применять многоядерные процессоры мы стали у нас появилась возможность разделять память для различных процессов которые были связаны с собой через оперативную память это появилась версии 9.2 и следующий шаг начиная с 10 версии как продолжение развития энкора это кластер да то есть фактически понятно что как это работает есть некий арбитр на который приходит запрос и этот арбитр решает на какое ядро перенаправить этот запрос с версии 10.0 стало возможным перенаправлять этот запрос не только на ядро которое находится внутри нашего планица но также на ядро который находится на другом планице ну с которым мы объединены в кластер соответственно здесь коммуникационной шиной является ethernet вот напомню что с помощью кластера мы может можем объединить до 32 устройств с линейным ростом производительности то есть фактически мы можем использовать процессную емкость всех 32 устройств и следующим развитием стала 11 версия да которая пошла по принципу разделение управления то есть естественно энкор остается он никуда не уходит ну на основе этой же технологии мы можем теперь виртуализовывать наши ресурсы не путайте с sdx да sdx это совсем отдельная платформа которая позволяет нам логически и практически физически выделять различные процессорные и процессорные интерфейсные и емкость памяти для определенного инстанса да если говорить про партишн то это логическое разделение нашего устройства разделение управления разделение статистики вот но все эти партишны будут использовать одни и те же cpu память одни и те же хардварные ресурсы как это выглядит существует дефолтный партишн да в общем то если мы раньше заходили на netscaler то с точки зрения 11 версии мы заходим в дефолтный партишн пользователь ns root это самый главный пользователь который имеет доступ для управления ко всему железу до всех функций абсолютно из-под ns root а можно создавать дополнительные партишны то есть отдельная область можно привести аналогию сразу забегая вперед с cisco с контекстами на этом устройстве да то есть у нас отдельное управление отдельное управление этим логическим устройством мы можем выделять различные емкости собирать статистику отдельно с этого устройства наше адресное пространство может пересекаться ну вот трафик разделяется на уровне виланов соответственно у каждого партишна есть свой администратор который создается и нас рутом данный администратор имеет управление всеми функционалом партишна но он не может если зайти через командную строчку зайти в shell то есть shell подразумевает собой полное управление коробкой вот это мы администратор протишна дать не можем еще интересный момент через раздельное управление мы можем но опять же повторюсь у нас нет пересечения айпи адресации ну вот соответственно мы можем использовать и коннектить эти партишны к различным vrf на вышестоящем сетевом оборудовании наши сервисы и виртуальные серверы могут быть в одном случае в дауне в другом в апе да то есть тут появляется полная независимость немножко конфигурации как это конфигурируется в принципе всего несколько шагов конфигурации довольно проста то есть первое что мы должны сделать это добавить партишн да то есть команды это вот команды шоу мы смотрим те ресурсы которые мы ему выделили ну здесь значение по умолчанию соответственно чтобы выделить какие другие ресурсы да мы используем некие расширения для команды это вот к примеру сайт партишн да мы мы выделяем партишну blr партишн тысячи максимальных тысячи подключений не более далее добавляем пользователя администратора для этого для определенного партишна вот добавляем сеть с которой будет работать этот партишн ну в принципе на этом можно закончить конфигурацию дальше можно вводить команды шоу смотреть что у нас получилось ну вот переключается между партишнами командой switch to тоже аналогично с иски да то есть на эссе мы имели ту же самую команду переключались между контекстами в общем то здесь мы получаем все точно то же самое также улучшились некоторые сетевые функции классический над вот появилась возможность сохранять порт клиента да то есть технология называлась сорспорт назвала называется сорспорт соответственно это можно включить либо галочкой из командный из графического интерфейса либо через командную строчку и случае включения этого режима use proxy порт над скейлер сохраняет сорспорт клиента да по умолчанию этот режим выключен и соответственно порт будет подставляться над скейлером зависимости от его логики вот стали поддерживаться аксесс контроль листы для mac адреса вилкарт причем в вилкарт режиме когда мы можем с помощью вилкарт маски определять группу этих mac адресов и зависимости от типа устройств предположим разрешить подключаться или нет к нашему над скейлера далее теперь в пользу и бейстраутинга можно использовать героя туннель в качестве следующего ну узла следующего перехода в качестве нацкопа это было очень актуально для cloud bridge коннектора данной технологии ну и в принципе случае если имеется какая-то необходимость связать ipv4 и ipv6 сетку тут также это будет полезный функционал и расширился расширилась поддержка протокола vrp как известно vrp это рфсичный протокол соответственно теперь мы можем гибко настраивать различные интервалы такие как hello dead time и разные другие также выставлять приоритеты на различные интерфейсы да и зависимости от падения того или нового интерфейса мы можем выбирать активную ноду vrp кластере так следующее улучшение коснулись балансировки на извиняюсь следующее улучшение коснулись кластера и так значит ноут группы ноут группы появились также 10.5 да ну 10.5 можно было можно сказать это такой промежуточный релиз между основным 10.1 и также основным 11 да то есть часть функций было добавлено но они не могли использоваться в полной мере значит ну одна из таких функций это ноут группы да что можно сделать с помощью ноут групп вообще предполагается что группа этих узлов находится на различных площадках ну вот но они по-прежнему все вы должны быть связаны с собой между бэкплейн линком то есть пока речь идет только про l2 кластер но в различных ноут группах можно было выставлять различные состояния узлов да такие как активный или пассивный ну сперы но да как это было раньше до 10 5 то есть возьмем пример из кластера состоящим из четырех узлов поделенным на две ноут группы ну то есть каждая ноут группа подразумевает собой разные суды вот находящийся в режиме cota rc да то есть active passive ну вот и раньше если в активной ноут группе один из узлов падал по какой-либо причине да там по питанию что-нибудь сгорело то рандомно из второй ноут группы выделялся узел для замены узла в первой ноут группе вот соответственно что мы получали трафик который приходил на первую площадку теперь мог быть обработан на второй площадке да то есть мы утилизировали сильно backplane link в данном случае вот что в принципе не есть очень хорошо да ну то есть по логике будет в данном случае будут работать две площадки что что неправильно вот то есть концепция сот и резервный сот разрушается что появилось в 11 версии это многоуровневая отказоустойчивость она реализована за счет приоритетов не к узлу определенному а ко всей ноут группе да то есть рассмотрим ту же самую ситуацию у нас ну в данном случае там на слайде 3 ноут группы да но по прошлому примеру допустим 2 ноут группы да ноды первая вторая третья четвертая вторая нода падает соответственно она не будет заменена ни одной из нод из третьей или четвертой группы а просто ноут групп ну в данном случае 3 да поскольку она имеет больше приоритет станет активной а ноут групп 1 уйдет в пассив вот пока мы не починим вышедшие строй устройства вот то есть соответственно данном случае полноценно заработает резервный сот как это настраивается немножко выдержки из сила и вот как мы видим да что изменилось мы можем добавлять приоритет вот то есть приоритет 28 чем ниже число тем более приоритет на это ноут группа также расширилась поддержка протокола в кластере но она в общем-то релиза к релизу от билда к билду расширяется здесь нет ничего нового но в данном случае мы получили поддержку ftp bridge group а также получили поддержку протокола динамической маршрутизации на растянутом снипе то есть динамическая маршрутизация на кластере поддерживалась изначально это был один из методов балансировки трафика на кластер скажем так но на снип должен быть только был только на нод левеле да то есть принадлежать только одному устройству и вот данном случае мы теперь можем этот снип растягивать на все устройства да то есть трафик предназначен для этого снипа будет обрабатываться всеми устройствами в кластере и с него мы можем поднимать там vgp или vspf все что нам будет угодно следующее значительное улучшение может сказать такое грандиозное это она называется cluster inc а по сути себя представляет долгожданный или три кластер да то есть это та технология с помощью которой мы можем отойти от ограничения к производительности backplane линка по которому нас ходил служебный трафик если раньше у нас был l2 cluster растянут на две площадки соответственно связь между кластером должна была еще осуществляться служебным каналом вот для этого выделялись отдельные интерфейсы они должны этот на этом линке должна быть поддержка jumbo фреймов соответственно он тоже там утилизируется где-то на 20-30 процентов от общей производительности устройств соответственно и плюс еще задержка должна быть не больше там 15-20 миллисекунд соответственно это это целый ряд ограничений до которые не всегда легко можно было преодолеть соответственно с помощью l3 кластера мы от этих ограничений уходим в чем здесь суть да теперь кластерные ноды могут находиться в разных подсетях да то есть подразумевается разные площадки и связывается между собой вместо l2 бэкплей линка gre-туннелем вот принципе все гениальное просто распределить трафик на такой тип кластера можно только с помощью протоколов динамической амортизации которые поддерживают эквивалентные маршруты например тот же spf да наиболее часто используемый вот фактически кластер ну к примеру четырех узлов делится на 2 ноут группы по две ноды в каждом и трафик внутри ноут группы распределяется по-прежнему через бэкплейный линк да через l2 линк но поскольку этот эти узлы находятся на одной площадке здесь обычно проблем никаких не возникает вот а уже трафик между ноут группами проходит через gre-туннель этот туннель строится автоматически как только вы добавляете кластер из другой подсети ну соответственно с командой инк вот как это не выглядит обзорно да то есть мы видим четыре узла объединена в различные ноут группы они находятся друг от друга через роутер вот находятся в разных подсетях вот при создании кластера вот у нас строится айпи туннель где мы видим соответственно локальные удаленной айпи адреса да ну и типа инкапсуляции да инкапсуляция может быть различной грей на и пи 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 грей следующее изменение коснулись балансировки ну можно сказать не только балансировки да ну и расширенного и поддержки различных протоколов первое значимое о чем хотелось бы сказать это поддержка протокола http 2 как известно http 1 0 1 1 ну это довольно старые протоколы они хорошо известны хорошо изучены но не ничто не стоит на месте да все должно развиваться соответственно смену им приходит http 2 сразу оговорюсь насколько он используется по статистике mozilla firefox порядка 15 процентов трафика проходят через mozilla и порядка 30 процентов через google chrome ну то есть пользователь google chrome использует протокол http 2 так что в принципе он уже можно сказать довольно широко используется имеет право на жизнь должен поддерживаться на таких устройств как application delivery в чем был плохо старый http 1 1 ну для примера на типовую страницу какого-нибудь популярного сайта среднее число тиспи соединений равнялось 35 40 соответственно оставалась проблема слоу старта для каждого из этих соединений вот соответственно это неплохо для сети до поскольку мы можем гибко изменять размер окна но это плохо для клиента для скажем так скорости получения информации с этой веб страницы ну вот на домен также tcp соединений порядка 6 ну конечно меньше чем 40 но тем не менее htp 2 версии соответственно закрывает все эти ограничения вот то есть первое это открывается один одно тиспи соединения вот и уже в внутри этого тиспи соединения происходит некий мульти стрим соответственно разделение для потоки для различных компонентов нашего сервера происходит сжатие заголовков также безопасность включена в изначально сам рфс да то есть если раньше был http https вот то теперь http 2 по умолчанию идет только подразумевает собой безопасный протокол можно провести некую аналогию с протоколом спиде вот от гугла принципе очень много похожих вещей второе изменение также связано скажем так с безопасностью это шифрование куки вот раньше коки не шифровалось ну вот и что из-за этого могло случиться то есть в принципе при подключении клиента к серверу клиенту выделяется некий куки да нет скейлер его также запоминает использовать ну например для персистенса вот этот куки содержит информацию про сам вип на который подключался клиент и про айпи адрес и порт backend сервера на который запрос был перенаправлен над скейлером естественно здесь есть явный уязвимый что злоумышленник перехвативший куки и раскодировав его может в общем то увидеть всю нашу скажем так сетевую топологию да то есть он видит сам вип нашего вебузла и узнает какие backend сервера на нем за ним находится что не есть хорошо соответственно улучшение связано с тем что теперь куки мы можем шифровать с помощью если че 256 вот что в принципе делает невозможным расшифровку этого куки злоумышленником следующие изменения вернее дополнение это рерайт и респондер для dns как известный скейлер поддерживал рерайт и респондер для различных протоколов для tcp для http для sql и так далее респондер это та технология которая может отправлять специфичный ответ клиенту да если он например ну самый простой пример если у нас сайт под какой-то реконструкции да мы могли на время этой реконструкции отправлять ответ клиенту либо и редиректить его на другой сайт рерайт соответственно может исправлять определенный запрос изменять информацию именно в заголовке запроса и теперь данный же функционал доступен для dns то есть соответственно с помощью респондера мы можем отправлять dns с пустым ответом к примеру менять различные флаги tc и трипола но это было это связано допустим с ситуациями когда нам нужно переходить из-за ip в 4 инфраструктуру в ip в 6 инфраструктуру когда опять же dns также сам протокол меняется и нам нужно на время этого перехода гибко менять вот рерайт соответственно мы можем изменять запись вот то есть в принципе не важно что нам ответил dns сервер который мы балансируем и также обеспечим которому отказывал стойчивость да и снижаем на него нагрузку мы можем также и подменять ответ в этом dns сервере опять же это удобно при каких-то миграционных процессах до из одного адресного пространства в другую в принципе заголовка можем менять как запрос от клиента переходящих сервера так и ответ от сервера переходящий клиенту расширилась поддержка протоколов теперь tls 1 1 и 1 2 поддерживается и на виртуальных устройствах и на аппаратных на mpx пока сейчас картина следующая для фронт-энда то есть на на випе на виртуальном сервере tls 1 2 поддерживается во всех вариантах то есть ну mpx sdx и виртуальный vpx фипс ну это к россии больше не относится да ну тоже для справки он стал поддерживаться для бэкэнд сервисов да то есть если у нас наши сервера тоже требует какого-то строгого шифрования сильного то это поддерживается только пока на mpx sdx и где-то ну концу этого года будет объявлена поддержка на vpx добавлены новые алгоритмы шифрования ну соответственно сильно это скажем так сильные сложные алгоритмы да здесь они представлены и все это нам позволяет терминируя на себе вообще все веб-сервисы на на скелере добиться показатели а плюс на qualis на сайте qualis ssl labs так следующие изменения коснулись на скелер гитве скажу сразу изменений очень много на скелер гитвей скажем так один из основных компонентов нашего на скелера вот соответственно и в данном релизе разработчики уделили ему очень много внимания ну первое изменение тоже довольно долгожданное это поддержка растянутого вип-адреса для скелер гитвея то есть в прошлой версии на скелер гитвей стал поддерживаться в кластере но он не масштабировался соответственно этот вип мог бы находиться только на одном узле то есть но фактически это ничем не отличалось от и че дали там случае падения этого узла на котором находился вип вип переходит на другое устройство вот в этом году теперь мы можем вип растягивать на весь наш кластер и соответственно масштабировать производительность нашего на скелер гитвея да то есть если у вас там в ряд vpx-ов которые имеют невысокую производительность в качестве осей прокси мы можем объединять эти vpx-ов кластер и соответственно увеличивать эту производительность изменилась вообще подход к порталам нет скелер гитвея здесь мы видим на этом слайде старый ну довольно такой уже наверно всем знакомый и приевшийся портал вот на котором находятся различные ресурсы ссылки на различные ресурсы теперь появилась новая тема портала это green bubble вот соответственно функционал остается весь аналогичный то есть это ссылки на ресурсы но соответственно все это написано опять же на html 5 опять же стоит сказать что основном что основное изменение в порталах коснулась именно возможности кастомизации их то есть какие особенности кастомизировать портал мы можем сразу обновив обновившись на 11 версию это в нужно никакого специального релиза кастомные веб странички именно портальные можно применять либо на определенный висервер либо на глобальный уровень то есть для всего нет скелера все это синхронизируется вы че или в кластере и все это настраивается самое главное через wizard то есть не нужно теперь лезть силой и заливать какие-то в формы и так далее но также возможно добавить лицензионное соглашение да но в принципе это лицензионное соглашение можно заменить там любой инструкции для наших пользователей в принципе чем угодно на следующем слайде видно что мы можем кастомизировать вот ну и здесь мы видим что можно кастомизировать все абсолютно да даже убрать на надпись нет скейлер гэтвей и заменить его на название нашей организации вот мы можем изменить фон те кто слушал наш предыдущий вебинар про новинки synergy 2015 мы демонстрировали именно как можно кастомизировать интерфейс да это заменили вообще вот этот зеленые кружочки на другой фон скажем так только для access gateway был вопрос если кастомизации для triple a сервера нет только для access gateway и так все это делается как мы уже говорили через графический интерфейс здесь на основе какой-либо из тем дефолтовый либо вот этой green bubble можем создавать свою тему здесь мы зайдя настройки можем менять цвет менять фон язык в данном случае при кастомизации прекрасно понимается русский язык никаких ошибок не возникает то есть кнопку лагон мы можем вернее фразу лагон можем заменить на кнопку войти к примеру и кастомизируется как внешний портал то есть лагон страничка так и естественно сам портал на который мы заходим да где у нас и является есть ресурсы плюс для каждого ресурса мы можем в общем-то применить свои кастомные какие-то картинки либо не кастомные ну там для овы свою картинку дано чтобы это было нагляднее красивее следующее изменение коснулось на скейлеры gateway плагина раньше обновление плагина требовала обновления софта на самом устройстве вот то есть в принципе в плагине могли появиться какой плагине мог появиться какой-то новый функционал да не требующий обновления полностью на скейлера но приходилось обновлять все если мы хотели получить этот функционал ну вот теперь возможно администратору выбирать вообще необходимость обновления соответственно закачивать различные плагины и также из графического интерфейса выбирать необходимо обновлять плагин каждый раз при подключении только при обновлении либо не обновлять вообще никогда следующее изменение это клиент для айоса вот который позволяет нам создавать полноценный сель vpn третьего уровня то есть ну можно привести аналогию с каким-нибудь cisco не connect примеру да то есть мы получаем абсолютно тот же самый функционал вот либо с помощью этого клиента при использовании зен мобайл решений мы можем строить vpn именно для конкретного приложения требует айос 7 либо более позднюю версию работает уже с релизом 10 5 ну соответственно наверное все таки будет лучше обновиться на 11 версия пока только для айоса в следующем квартале выйдет vpn клиент для андроида и для windows мобайла выйдет чуть чуть позднее вот возможно когда появится 10 версия для нее уже сразу же выйдет этот vpn клиент следующее очень значительное изменение да то есть изменение больше такое концептуальное вот но и технологическая конечно это и не fight gateway то есть объединенный шлюз скажем так зачем он нужен раньше в принципе администратор предприятия связывался с такой проблемой что при использовании различных корпоративных каких-то ресурсов порталов виртуализации шерифайла приходилось иметь несколько точек входа для всего этого вот соответственно это усложняло управление этой инфраструктурой с точки зрения пользы это вы это выглядело так что ему приходилось вводить каждый раз логин пароль до при доступе на каждый ресурс то что тоже неудобно и тратить занимает времени вот поскольку это сложного управления это менее безопасно поскольку можно упустить какие-то моменты вот ну не целом картинка является разрозненной что такое не fight gateway это решение этих вопросов соответственно в данном случае мы пользователь вернее видит один url для всех приложений единая точка входа в нашу корпоративную сеть то есть попадая в это ну вводя этот url в браузере он попадает некий магазин вот ресурсов откуда может получить доступ до всех абсолютно всех наших ресурсов не вот то есть ну как видно на слайде это в приложении различные enterprise приложения которые нас построен не на вебе требует какой-то клиентской части со стороны пользователя это естественно citrix виртуализация и в скором времени концу этого года будет объявлена поддержка еще и mobility то есть для всех всех устройств будет единая точка входа ну это такой образный вид скажем так это больше важно для пользователей нам как администратором интересные компоненты всего этого компонентов с привычным access gateway да да появляется компонент контент свитчинг известный вам по балансировки нагрузки в данном случае он в общем-то и выполняет ту же самую функцию ну то есть он можно сказать отлавливает пользовательский запрос ну вот и перенаправляет его уже ну в общем-то в 99 процентах случаев на готовый сервер вот за которым уже находятся различные load balance сервера ну назовем их трафик менеджер сервера да кем сервера за которыми уже находятся различные веб ресурсы ресурсы интерпрайз приложений и так далее что здесь интересно что хочется указать теперь в контент свитчинге сервера появилась возможность в качестве таргета добавлять на скейлер gateway раньше этой возможности не было теперь то есть при определенном запросе мы можем перенаправлять его на gateway какие изменения коснулись именно вообще логике v-сервера gateway вского первое ну самое да о чем мы сейчас говорили он может находиться за контент свитчингом раньше это было невозможно вот в случае применения unified gateway он не требует ip либо порта к нему не нужно привязывать сертификат то есть потому что сертификат будет привязан на контент свитчинг сервере да как точки входа для клиентов вот и теперь gateway является единой точкой от аутентификации для всего в данном случае при использовании технологии unified gateway нету необходимости использовать аутентификация сервера то есть три пола сервер который мы использовали ранее да если помните то есть если нам нужно было защитить логином паролем либо какой-то другой аутентификации наш веб ресурс мы сначала заходили на веб-ресурс соответственно дальше происходило редирект на аутентификация сервер да когда мы проходили там аутентификацию дальше мы опять шли на вип нашего веб ресурса вот это также имеет право на жизнь это также работает но в данном случае в этом нет необходимости всю аутентификацию всю задачу по аутентификации берет на себя скейлер gateway соответственно что мы имеем это один логин то есть пользователь один раз вводит свои учетные данные вот опять же ничего не меня не мешает нам сделать на двухфакторную аутентификацию да то есть с помощью допустим лдапа и какого-нибудь токена специфичного и далее по всем в приложении пользователь может ходить но если опять же мы захотим может быть нам это не нужно не вводя пароль то есть будет срабатывать ссо ну и также обратно обратная теорема также верно да если мы нажимаем логаут то мы выходим из всех приложений что нового появилась именно в трафик менеджере да то есть наших load balance серверах как мы уже говорили что аутентификации происходят на getway а не на аутентификация в сервере все сессии проходящие через getway наследуется в трафик менеджер сессии то есть со всеми характеристиками куками в общем-то все-все что привязано к сессии что для этого требуется ну изначально это enterprise лицензия да поскольку тут опять же включается аутентификация вот здесь необходимый enterprise ну либо платином вот либо из dx соответственно да но поскольку как известно из dx это всегда платином решение что касается кластерной поддержки это unified getway поддерживается в кластере но только на ноут левеле как в предыдущей версии поддерживался осей прокси ну вот ну как здесь вид на оси проще как мы уже говорили может поддерживаться в кластере и масштабироваться следующее интересное изменение я думаю многим она тоже будет интересно это поддержка rdp прокси как это выглядит клиент подключается к нискейлер getway аутентифицируется на нем получает список доступных ему ресурсов и в этом списке может находиться ссылка на наш rdp ресурс наш какой-нибудь rdp сервер вот соответственно нажимая по этой ссылке netscaler генерирует rdp файл вот этот файл скачивается клиентом и соответственно уже с помощью ну стандартной программы такой как там mstsc клиент подключается к нашей к нашему rdp серверу да но уже с sso поскольку он подключается через netscaler по-прежнему остается шлюзом для него да и у нас поскольку мы на скейлере уже залогинились вот мы имеем прямой доступ до нашей rdp инфраструктуры в принципе смысл и логика очень похожи с icaproxy различий тут тут можно только сказать что если в icaproxy мы используем storefront или веб интерфейс опять же пока да то в rdp веб интерфейс создается nano scaler gtw либо можем использовать какие-то сторонние порталы конечно да ну наверное проще это делать все таки nano scaler gtw как единые точки входа вот если в icaproxy используется ресивер и он скачивает этот и к файл да для установки соединения с синапом то в случае rdp мы используем rdp файл и с помощью обычного виндового клиента устанавливаем соединения с нашими rdp серверами точно так же это весь трафик заворачивается в ssl то есть он в принципе защищен и не в принципе вот это абсолютно безопасно gtw выступает как веб интерфейс для нашей rdp инфраструктуры single sion для всех наших серверов используют стандартные клиенты то есть не только windows но и любые клиенты для мобильных устройств для mac os для всего остального итак следующая завершающая на сегодня наверное тема это новые возможности для операторов связи хочу сказать сразу что в этом одиннадцатом релизе разработчики пошли по усовершенствованию двух основных направлений это netscaler gateway о котором мы только что поговорили да то есть в качестве некого ssl vpn шлюза для до нашей интерпрайз сети и следующее направление это именно операторы связи телка добавлен добавлено очень много функционала вот эта тема для отдельной презентации вот ну вкратце попробуем пробежаться по тому что же добавили по самым важным частям итак ну первое да наверное будет интересно это сервисные цепочки ну вот это логическое продолжение поддержки интеграции с нашим pcrf который находится в операторской сети да ну pcrf скажем так устройство на который находятся различные политики при привязки к пользователю да то есть что можно пользователю что и какие ему там ресурсы нужно проходить на какой firewall падать и вообще какие ресурсы ему разрешены да соответственно интегрировать с помощью протокола диаметра и gx интерфейсом с этим pcrf мы можем получить вот эти данные что можно пользователю и исходя из этого уже с помощью netscaler ставить сервисные цепочки допустим вот этому htp клиенту который показан у нас на слайде необходимо пройти byte mobile то есть оптимизация видео да для мобильных сетей родительский контроль как для всех клиентов а потом tcp оптимизация да именно в таком порядке соответственно netscaler будет именно в таком порядке перенаправлять http трафик от клиента через эти наши сервисные устройства да если какой-то другой пользователь пошел и pcrf сказал что ему не нужно проходить допустим родительский контроль то он пойдет только на byte mobile как оптимизацию видео и дальше на какую-нибудь tcp оптимизацию да и дальше пойдет в интернет к примеру то есть в принципе как это выглядит со стороны netscaler это расширенный контент свитчинг политики для каждого вот этого члена цепочки настраивается отдельный load balance сервер да который является таргетом нашего контент свитчинг сервера ему устанавливаются свои параметры персистенции там типа мониторинга и так далее и далее вас выбирается по принципу персабскрайбер то есть по пользователю по конкретному пользователю что ему можно что ему разрешил наш pcrf следующее значительное скажем так развитие направления в сторону оператора связи это поддержка cg нато или large scale нато скажем так да то есть большого нато нато именно для операторов пару слов зачем это нужно итак первое как известно число ipv4 адресов ограничено может быть я ошибаюсь но по моему с десятого а может быть и раньше года райп уже объявил о том что ipv4 адреса выдаваться не будут вот и что в принципе они закончились вот следующая причина зачем это медленное внедрение ipv6 поскольку про ipv6 уже очень долго все говорят вот оно должно это ну скажем так этот протокол должен убить все недостатки ipv4 адресного пространства да то есть в первую очередь это количество ipv6 адресов вот но тем не менее он внедряется он есть ну наверное во всех операторах да более менее крупных но тем не менее это все идет очень очень медленно очень медленно ну и также очень важный фактор это огромный рост подключаемых устройств да то есть если раньше у каждого был ноутбук а телефон только чтобы звонить без подключения к интернету то теперь у каждого есть ноутбук телефон а то и несколько планшет еще какой-нибудь другой ноутбук то количество устройств которые выходят в интернет вот растут и с каждым днем просто бешеными темпами как это выглядело раньше вот ну в принципе стандартная такая картинка да то есть мы имеем какой-то дом квартиру либо маленький офис да на границе с оператором у нас находится некое устройство которое выполняет функции нато да там роутер может быть какой-то сервер на котором нато настроен оператора нам выделяет публичный адрес вот и мы соответственно через этот публичный адрес уже через сеть оператора выходим в интернет ну соответственно нужно понимать что нужно требуется очень много публичных адресов на каждого пользователя плюс вся эта инфраструктура оператора также требует публичных адресов в данном случае что нам позволяет сделать cg над да как это может выглядеть сегодня ну тут наверное немножко не точно над конечно из домашней сети никуда не убирается в вашу там защищенная студент вторая сеть она как была такая остается но также над и функции нато переходит на сторону оператора связи теперь ему нет необходимости вам выделять публичный ip адрес вот достаточно выделить просто некий приватный там допустим из 10 сети вот всю инструктуру тоже можно построить на приватных адресах ну практически все вот и на границе уже с интернетом скажем так с внешним миром уже можно иметь какой-то пул публичных адресов которые будут использовать все клиенты то есть в целом картина выглядит так да что либо с мобильных сетей либо сети широкополосных доступа на границе всего этого ставится надскеллер как седженат устройство который далее уже связывает нас со всем внешним миром но скажем так это технологии вообще рынок операторов связи это вызов для любого вендора да поскольку требуется очень высокая производительность но поскольку известно что у цитрикса с этим проблем в общем то никогда не было да и старшие коробки в двух юнитах ну например 25 серия в двух юнитах сочетает в себе просто бешеные производители за 160 гигабит к примеру это мы можем поспорить на этом рынке скажем так значит какие характеристики сейчас есть у нас да это больше миллиона подключений в секунду порядка 256 миллионов сессий 1 миллион пользователей пропускная способность порядка 50 гигабит секунду ну соответственно около 32 тысяч публичных над адресов которые могут быть объединены в пулы и соответственно с помощью которых пользователи будут выходить в интернет какие требования к функциональности выдвигает CGNAT ну во первых поскольку это операторы связи необходима высокая доступность да у нас кластер ой прошу прощения CGNAT поддерживается в ичей паре вот в кластере пока еще нет вот но в ичей паре все это поддерживается синхронизации сессий соответственно в случае падения строя одного из устройств все эти сессии в общем то будут на этом пассивном устройстве да и пользователи никакого негативного эффекта не почувствует второе очень важный компонент CGNAT наверное компонент который более важен чем производительность это application layer gateway LG зачем он нужен ряд приложений да ну здесь перечислены FTP SIP RTSP PPTP IPsec требует имеет два канала скажем так связи да то есть один из них это канал для передачи данных второй для установки соединения ну скажем так сервисный да канал они могут идти по разным портам они здесь ну в общем то идут по разным портам да и обычный NAT не справится и просто сессия не будет установлена вот например тот же SIP да то есть мы сначала устанавливаем соединение скажем так делаем запрос сервисный на SIP сервер с которого который нам говорит с каким уже телефоном связаться напрямую да то есть происходит такой непрямой доступ следующее это SNMP но опять же поскольку это операторы требуется интеграции с различными системами мониторинга второе тоже очень важно это логирование да то есть каждая сессия каждая трансляция должна быть слагирована вот должна появиться запись на нашем сислог сервере вот зачем это необходимо но опять же для понимания какой пользователь какой адрес получил да и что он соответственно делал в сети интернет вот детерминистик NAT да это также необходимое это требование вообще к любым седженат устройствам да это возможность уменьшения количество логов ну вот поскольку ну нужно понимать что количество сессий там порядка 200 миллионов да 256 миллионов вот и это огромное количество записей на сислог сервере соответственно с помощью технологии детерминистик NAT либо с помощью портблока локейшн вот мы можем уменьшить количество логов да поскольку там мы выделяем некоторые пулы когда пользователи ну скажем так для пользователя создается над сессия появляется запись только для того для того что он ему выделен некий блок да но он не будет не будет создаваться записи что созданные не будет создаваться записи все слоги что созданные сессии там для разных портов предположим куда идет пользователь статический NAT ну для специальных услуг каких-нибудь для пользы там статический IP адрес и так далее седжена поддерживаться в трафик доменах да то есть для распределения скажем так и возможности использовать пересекающего адресного пространства для разных пользователей мы можем по-разному отлавливать этот трафик и применять к нему различные политики седжената да и различный там маппинг предположим вот то есть на основе либо аксесс контроль листа листа либо на основе вилана вот либо на комбинации всего этого статистика по седженату может быть получена всеми возможными путями то есть через командную строчку через нитро или через графический интерфейс ну вкратце это можно да поставить описать такой картинкой это седженат представляет себя различные типы NAT ну и другие другой функционал да седженат и так далее и так про маппинг тоже одно из таких основных скажешь столпов на котором седженат находится да это различный маппинг всего существует три типа это endpoint independent адрес dependent и адрес endport dependent чем они отличаются на случай использования первого endpoint independent неважно на какой ресурс на какой IP адрес и на какой порт идет пользователь ему будет выделяться всегда одна и та же связка IP адрес порт для трансляции при адрес dependent соответственно не важно на какие порты идет пользователь а важно на какие только адреса идет пользователь и в зависимости от этого адреса будет выделяться различная связка для нато скажем так и соответственно третий адрес и порт dependent соответственно для всех трансляций независимо да там то есть для каждого там для каждой связки IP и порт и просто IP будет выделяться своя трансляция фильтринг соответственно это функция обратной маппингу да то есть как обратный трафик от сервера может идти в сторону клиента немножко слов про логирование да соответственно поддержатся сислог и сислог через tcp есть поддержка информации седьмого уровня да то есть когда идут http запросы да мы можем скажем так вычленять некую информацию в заголовках и также логировать ее поддержка технологии которая уменьшает количество логов да упрощает восприятие их это портблока локейшн и детерминистик НАТО следующий функционал сиджи НАТО это деслайт вот зачем нужна эта технология так же это технология не придуманная цитриксом это технология описанная в РФС да то есть все как положено для операторов связи данная технология позволяет нам выделять ipv6 адреса для новых пользователей при уже имеющихся пользователей на ipv4 адресах да ну я думаю это сто процентов случаев когда у нас есть инфраструктура на ipv4 нам выделили новый пул ipv6 соответственно новых пользователей нам нужно как-то плавно заводить на ipv6 пул при этом чтобы эти пользователи могли между собой как-то взаимодействовать взаимодействовать основными компонентами является basic бренджик бронбонд и адрес фэмили транслейшн роутер то есть вот этим б4 да является как раз нет скейл извиняюсь любой маршрутизатор поддерживающий DS-лайт ну естественно циска айсар серия вся поддерживает данную технологию ну соответственно инкапсуляция ip4 в ipv6 картинка грубо говоря выглядит вот так да то есть AFTR это нет скейлер бронбонд роутер это ну предположим циска вот либо другая-другой вендор соответственно мы имеем некие некое туннелирование да между частями сети которые находятся в ipv4 облаке либо в ipv6 пример конфигурации конфигурация не сложная и не очень объемная да то есть основные моменты заключаются в следующем первое что вам будет необходимо сделать это выделить некий лимит памяти для CGNAT да но если у вас это устройство предназначено только для CGNAT то можно выделить всю память создается кстати так определяется клиенты которые будут пользоваться да клиент то есть это некая группа пользователей и определяется что это будет за группа пользователей да ну то есть выделяется некая сеть пользовательская создается пул адресов в которые будут надиться эти клиенты ну в данном примере мы создаем детерминистик пул к этому пулу прибивается уже непосредственно наши внешние ipv4 или ipv6 адреса да дальше остается группа группа это связка клиентов с пулом в группу ну если грубо говорить да но так же в группе добавляются различные политики профили для этого типа трафика да то есть там различные LG функционал это все прибивается именно группе вот пример да и слайд конфигурации да ну тоже опять же все начинается выделение памяти выделяем клиентов которые находятся в ipv6 сети создаем профиль вот для этих клиентов и опять же создаем пул в который будут начаться эти клиенты из ipv6 сети ну и создаем соответственно создаем группы и при привязываем к этой группе профайл созданный нами ранее ну и так же пул адресов мониторинг ну такой самый простой да просмотреть сессии здесь мы можем видеть информацию про пользовательский ip-адрес внутренний да и про ip-адрес который он получил далее на какой порт он шел вот и что получил вот ну и соответственно да и слайд трансляции тоже аналогичная таблица похожая на этом на сегодня все я с удовольствием отвечу на ваши вопросы если таковые имеются вот и так же да как написал леонид очень хотелось бы услышать увидеть некую обратную связь от вас да и узнать какая тема вам более интересно да чтобы следующий семинар мы провели более детально по этой теме миша спасибо большое посмотри значит вот есть вопрос от олега клушникова да прошу прощения не всем верну фамилию произношу по поводу использования функционала не скейлера для блокировки сайтов там панель вопросов тогда я смотрю панель вопросов сейчас одну секунду то есть у нас пока два вопроса зачем делать два инстанса если при выходе из строя первого инстанса отключается вся группа и вот по поводу блокировки сайтов так по поводу блокировки сайтов сам не скейлер может ну сам он не может блокировать как бы скажем так он может использовать либо http call out да то есть пришел запрос на вип вот этот запрос перенаправляется на http call out сервер ну то есть это мусторонний сервер какой то и этот сервер гордит на скейлеру что этот что этот сайт нужно блокировать да что он находится блок листе да такое можно делать также да если использовать сервисные линейки ну вот эти сервис чейн да то соответственно да с помощью pcrf также мы можем получать либо перенаправить запрос на какой то блокирующий ресурс да либо пропускать его далее в общем да можно можно использовать его в данных топологиях сейчас 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 зачем тогда делать два инстанса если при выходе из строя одного инстанса отключается вся группа это был вопрос про админпортишн как я понимаю а понятно понятно ну смотрите да вообще скажем так эта возможность до объединять эти устройства в ну в некий кластер до растянутый вот конкретное поведение этого кластера нужно рассматривать никто вас не заставляет делать так чтобы полностью но от группа отключалась и включался только резервный сот вот соответственно все это делается только ну это вам дается возможность далее нужно это прорабатывать уже конкретно под конкретные задачи так показывает есть какой-нибудь документ который показывает насколько разгружается веб-сервер при использовании ssl of loading желательно в виде таблицы документа нету поскольку это все индивидуально вот то есть это нужно только выясняется в ходе тестирования в опять же какой сервер правильно вот какой тип сертификата это все очень индивидуально просто сейчас шамиль просто смотрите у вас получается что вот то что миша рассказала не скейлер открывает одно соединение там грубые утром так его включили и дальше там сколько бы нанес и день не приходил он этот конект на сервер там формально на веб закрывать не будет вот а вот сколько там информации пройдет на сколько тяжелый контент да как бы это неизвестно поэтому посчитать невозможно то есть проще включить там у вас виртуальный не скейлер там включить ваш веб-сервер и посмотреть то есть в общем случае разгрузка сервера там можно говорить там вот там 10 процентов и дальше там чтобы в конкретном случае это уже очень зависит от вас спасибо интересует возможность rdp прокси необходимо обеспечить доступ для 200 пользователей пользователь работает из дома не подключается к своим рабочим пока как администрировать такую систему ну администрировать с точки зрения администратора у вас есть некий компонент как на скейлер gateway до который является вообще витриной всех ресурсов ваших корпоративных и есть ваши rdp сервера то есть ну наверное так же как и раньше администрировать доступна ли балансировка тфтп в класс 3 актив к актив нет павел пока недоступно пока не доступны пока только ftp а делает но производительность будет значительно ниже чем нежели при использовании любого аппаратного решения да на аппаратном решения у нас находятся ссс л чипы вот который занимается отдельно с сссс лом именно ссс лом до vpx такого нет он использует два или четыре ядра вашего процессора обычного то Соответственно, нет такого разделения. Продолжение вопроса о блокировке сайтов. Подскажите, где прочитать про это решение. Александр, тогда у Александра есть, интересно, наш какой-то контакт? Написайте, да, мы несколько раз диплойли контакты, они есть в чате. Тогда, Александр, напишите письмо, и я вам в ответ пришлю ссылку, где про это можно будет почитать. Сейчас я твой адрес Александру отправлю. Используем multi-tenancy. Каждый tenant работает как отдельное логическое устройство. Есть отдельные менеджмент интерфейсы. Смотрите, multi-tenancy, это имеется в виду SDX. Если SDX, то вы можете выделить отдельные менеджмент интерфейсы. Предположим, для каждого, ну, назвать его менеджмент, да, для каждого этого виртуальной машины. Можете использовать один общий интерфейс и разделить там с помощью VLAN-ов логически, да. То есть, в принципе, представьте, что у вас есть сервер, да, и на нем подняты несколько виртуальных машин. То есть, вы можете выделить этим виртуальным машинам, пробросить интерфейс физически отдельно, либо можете это как-то логически выделить в VLAN и пробросить вот так. Так, так. Ну, я ответил там, да, по поводу, если, каким образом будет осуществляться контроль при доступе на портал, где будут как бы RDP-прокси. Ну, вот вы на низкайлер приходите, на нем авторизуетесь, там, ну, например, в нем сделан коннектор, лолдап внутренний, соответственно, вы авторизуетесь доменным пользователем. После того, как вы авторизовались, вам низкайлер уже откроет страничку портала, а дальше просто будут ссылки на RDP-сервера, которые у вас стоят, соответственно, внутри. Ну, то есть, это такое общее описание, естественно, там можно придумать много разного. Есть, сказали, в АГ есть возможность обновлять или не обновлять клиента. Старые клиенты будут работать, а, старые клиенты будут работать с 11-й версией. Скорее всего, нет, не будут, да, то есть, немножко тут обратная ситуация, чтобы мы могли использовать новый клиент для более старой версии, для более старого билда. Балансировка TFTP в кластере Active Active. Уже ответили нет. Ответили, да. Ну, это просто уже, наверное, слишком усложняет, то есть, ну, где там TFTP, это Provisioning Server, там, наверное, там, наверное, тоже слишком будет закручено. Нет, я думаю, в течение даже, может быть, вообще 11-й версии, да, в каком-нибудь билде это появится, как расширение. Ну, потому что FTP уже появилось, но это FTP осталось недолго. Так. Миша, а ты можешь показать еще раз, вот там был слайд с внутренней странички портала, вот как будет, вот этот зеленый такой. Там просто просили, я просто пообещал, что слайд будет, но, может, просто посмотрели. Так, сервис. Так, видно? Нет, не видно. Нет, пока не видно. Видимо, не разрешил показ. Так, Миш, релиз 11-й в последние дни июня, да, доступен? Ну, последние дни июня, начало июля. Пока можно скачать бета-версию, 53-й билд, в принципе, она, ну, относительно стабильная, да, то есть, ну, пока можно попробовать. Да, у Анатолия, видишь, там еще у коллег были проблемы, там Storefront сдвигается, еще что-то, ну, поэтому по-хорошему... Ну, в продакшен не надо, в продакшен пока не надо, но официальный релиз выйдет где-то в начале июля, в конце июня, да. Веб-интерфейс на 11-й версии, осталось ли возможность создавать веб-интерфейс на 11-й версии? Да, осталось, осталось аналогично абсолютно, как и на предыдущих. Веб-интерфейс на 11-й версии. Веб-интерфейс, по-моему, на 11-й версии уже веб-интерфейсе. Я уже ответил, да, есть, 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 есть. Но не обновленная версия, то есть, как бы там все по-старому остается, насколько я понимаю. Конечно, ну, веб-интерфейс, есть веб-интерфейс. Александр, то есть, просто учтите, ну, пока по нашей информации, там, особых усилий в разработке веб-интерфейса, который стоит на Ницкелле, их пока не будет, потому что технологии, которые, вот, были внедрены в самом Storefront, они, ну, скажем так, ориентированы на определенный язык, да, вот, который располагается на платформе Windows. То есть, поэтому полностью его как-то быстро перенести, вот, на платформу Ницкеллера, которая все-таки другая, это невозможно на сегодня, ну, или там очень трудно. Вот, поэтому, если вы хотите новые функции, то все-таки просто смотреть в сторону Storefront, тем более, там, сейчас, соответственно, выйдет третий Storefront, который поддерживает, там, работу с новым ресивером с интеграцией Framehawk, да, с допускающим большие потери пакетов и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот, есть смысл все-таки смотреть пока исключительно в сторону Storefront. Тем более, что он, например, вам дает возможность, в отличие от того же веб-интерфейса, очень легко объединяться в отказоустойчивые, там, кластера, там, до пяти штук, да, то есть вы просто говорите, там, следующий, следующий, следующий. То есть, здесь, как бы, такого функционала веб-интерфейса просто нет и уже не появится. Так, что еще осталось, Миша? По вопросам вроде все. Да, вот темы, которые Дмитрий нам предложил. Дмитрий, спасибо. Спасибо. Мы запишем, как бы, начальству, покажем и, я думаю, учтем. Понятно, Storefront не поддерживает Unix Xenabs локальной авторизацией. Вот это, да, это хорошее, да. Ну, честно говоря, Unix у нас, наверное, очень сильно не распространен. У Storefront как бы нет официальной поддержки, ну и планов неизвестно. Дмитрий, если можно, да, напишите тогда мне в почту, я просто узнаю, если это возможно, в зависимости от, как бы, проекта и от наличия поддержки, то есть что для вас там можно сделать. Вот, и тогда, как бы, у вас будет более точное понимание, куда идти дальше. То есть формально на Storefront можно поднимать, там, как бы, подключать старые фермы, вот, но, естественно, как бы, с потерей функционала. Так, Миша, про сервис на линейке смотрели, да? Ну, да, 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 ну, это, это, это большая тема, это, понятно. Так, производительность, RDP Proxy, ага, нот, Кирилл, вот, собственно, с рабочим ПК, как администрировать такую систему. А, Кирилл, ну, зависит от того, наверное, что вы именно хотите администрировать. По факту самое простое сделать для вас административную консоль, внутреннюю, да, там, опубликовать ее себе и на нее подключаться и смотреть. То есть, как бы, мы можем предложить альтернативно, там, да, там, смотреть в сторону Xenapa, с ним, как бы, очень все просто и прозрачно. В данном случае, как бы, вам Netscaler просто дает возможность сделать портал с аутентификацией. И, наверное, большой смысл его использовать, когда есть что-то еще. То есть, от Netscaler, то есть, или вы берете функционал, там, балансировщиков, функционал, там, SSL float и, например, там, еще RDP Proxy. Или у вас там есть ферма Xenapa и часть, там, RDP серверов, вы можете через него пропустить. В чистом виде, наверное, только под RDP Proxy, всего для 200 человек, возможно, он, ну, не будет настолько актуален. Администрировать вы сможете просто через сам Netscaler, как Миша рассказывал, то есть, есть логи, есть, как бы, вы видите, все соединения. Вы можете на ходу там соединения просто зайти, просто отменить его, дропнуть. Вот, соответственно, вот, наверное, так. Так, привязка доменного пользователя к его рабочему ПК по имени. Если для XenDesktop, то да. Вот, если для RDP, не готов ответить. Леня, поясни, что имеется в виду, можете... Возможность привязка доменного пользователя к его рабочему ПК. Пользователь, там, Кирилл, заходя на портал, соответственно, попадал на конкретную, например, виртуальную машину по IP-адресу. Ну, вот такие вещи. То есть, я говорю, в Глендвестопе, да, там, возможно, разными способами, то есть, или машина закрепляется, она помнит, кто на нее ходит, там, по IP-адресу можно закрепить, чтобы он оставался постоянным и так далее. Если это именно в качестве функционала для RDP, я не готов сказать. Пока нет, пока нет. Так, Владислав ответил, да, там, мультитеннесси, логическое устройство, есть отдельный менеджмент интерфейса. Вот. Ну, все. Ну, то есть, на самом деле, как бы, сейчас вот спасибо еще раз нашему коллеге Анатолию Бачкову, который усиленно, как бы, помогает в поиске всяких неприятных вещей, которые еще остались. Ну, в общем, ждем тогда в следующей неделе выхода окончательной версии. Аксесс-гейтвейк клиент для андроида, ну, вот, насколько я понимаю, пока нет. Будет в конце, ну, не в конце, в конце третьего квартала этого года. Вот так. То есть, тогда, сейчас, сейчас, межсекунду, как я не отключаю, сейчас, вопросы просто, чтобы у нас остались, все не пропали. И тогда, наверное, мы на сегодня уже будем заканчивать. Коллеги, большое спасибо всем за участие. Вот, все ваши вопросы, мы, соответственно, обязательно учтем. Вот. И ждите, соответственно, новостей по новым вебинарам. Спасибо всем большое за участие. Да. Всего хорошего. А, так, риторический вопрос. Есть ли средства для борьбы с DDoS на L7? Ну, Миш, насколько я знаю, есть. Да, конечно, конечно, есть. Да, оно было и раньше, называется HCP-DDoS, да, то есть, основана, это, скажем так, технология на создание различных очередей. Вот, при, скажем так, выходе количества запросов из этой очереди, клиентам высылается различный капчат, дживоскрипты, да, если там клиент в течение какого-то тайм-аута не заполняет эту капчат, то это соединение сбрасывается. Так, там еще это, по поводу RADWARE. Смотрите, RADWARE, да, у него, его решение по защите от DDoS-а, это отдельное решение, вот. В NetsHiller, как и в любом EDC-контроллере, защита от DDoS-а, это дополнительный функционал, дополнительный некий компонент, вот. И, в принципе, оно не исключает, если у вас есть острая необходимость защищаться от DDoS-а, ставьте RADWARE вперед, и там, допустим, ZAR, RADWARE уже там NetsHiller. Соответственно, как-то так это выглядит, да, то есть, мы не сможем, там, допустим, по PGP уведомлять оператора, что с каких-то сетей там пошел DDoS, это уже специфичные задачи, именно для, ну, совсем других продуктов. Тут у нас именно защита от DDoS-а для конкретного веб-сервера, да, ну, от специфичных, там, от HTTP-DDoS-а. SSL, SSL-DDoS, да, конечно, это, в общем-то, функционал такой же, как и TCP-DDoS, SSL-DDoS, да, то есть, если нет ответной части от клиента, соединение в течение какого-то таймаута разбрасывается, в общем-то, не выделяя на это соединение какие-либо процессорные ресурсы. Окей. Ну, все. В общем, я все вопросы записал. Соответственно, коллеги, еще раз, все презентацию, видеозапись вы получите там в виде просто отдельной ссылки, там, в течение там завтрашнего, послезавтрашнего дня. Так, еще вопрос там от Олега. Угу. Сигнатуры. Сигнатуры есть, если мы говорим про веб-пликейшн-фейервол, сигнатуры для защиты от DDoS-а нету? Артем, ну, позиционирование как замены в Secure Gateway решило, как бы, исключительно по функционалу. То есть, ну, изначально, как бы, никто никогда не говорил, что Access Gateway, как бы, станет бесплатным. Поэтому вот Secure Gateway, да, это была Windows-платформа, как бы, до сих пор, там, условно говоря, ZNAP 6.5, и даже некоторые умудряются не только 6.5, как бы, ее можно включить, запустить, но никаких, как бы, обещаний никогда, что Access Gateway или Netscaler Gateway станут бесплатными, не было. Да, существует версия. По этому поводу даже скажу следующее. Netscaler Gateway, возможно, вскоре вообще отменят. Вот. И будет только Netscaler полноценный. С компонентом Netscaler Gateway. Ну, вот Артем говорит, были. Ну, Артем, прости, да, значит, как бы, ты знаешь, что иногда, как бы, где-то что-то говорят, но вот, к сожалению, как бы, или к счастью, там, политика пока такая. То есть, да, Netscaler Express есть, он имеет, там, мизер буквально функций, и этот функционал, естественно, не присутствует по-нормальному. Окей, ладно, все. Тогда всем еще раз огромное спасибо. Хороших выходных.